МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты и я, Татьяна Трофимова. Сегодня выпуски. Найди меня. Чувашия подключилась к системе референсных станций. Карты, деньги и 450 случаев мошенничества. В республике участились случаи незаконных операций с банковскими картами. Где куклы так похожи на людей? Художники-реборнисты оживляют свои творения. У жителей Чувашии появилась возможность определять свое местоположение с высокой точностью. В республике в тестовом режиме начала действовать сеть референсных станций. Сегодня прошла презентация этой системы. Московская и Тюменская область, Санкт-Петербург, а теперь и Чувашия подключены к системе референсных станций. Теперь все желающие могут узнать свое местоположение в режиме реального времени и с точностью до сантиметров. Это следующий этап развития инфраструктурных сетей, которые позволяют с пользователей снять определенную нагрузку и экономически выгодно пользоваться высокоточным оборудованием. Пользователем могут быть любые заинтересованные лица, в том числе кадастровые инженеры, геодезисты, сельхозпроизводители для систем высокоточной навигации, дорожники при строительстве дорог и все те, кому нужно свое высокоточное местоположение. Программа рассчитана на 4 года. Первый этап уже реализован. Необходимое оборудование установлено, сервер запущен и пока работает без боя. Большая работа еще предстоит, потому что для того, чтобы все заинтересованные стороны нашли свое применение и принимали такое же активное участие, как и другие, потому что самые разные направления охвачены этой деятельностью. С сетями станций покрыто уже около 50% территории нашей страны, а для Чувашии это пилотный проект. У нас на данный момент установлены на территории республики 7 станций. Техническим проектом, который был создан в прошлом году, поставлено, что нам эти 7 станций вполне достаточно для покрытия территории Чувашской республики. Для выточнения, станции стоят в городах Чебоксары, Канаш, Шумерля, Козловка, Алатарь и в поселке Батрио. Проект был реализован в более короткие сроки благодаря быстрой поставке оборудования и программного обеспечения, которые получили из Китая. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. В России продолжают реализовывать программу развития внутреннего и въездного туризма. Сегодня в Москве прошло заседание Координационного совета. В нем принял участие и премьер-министр Чувашии Иван Моторин. В Республике сейчас развивают новый проект под названием «Чуваше сердце Волги». В будущем это будет полноценный туристический и рекреационный кластер. Вдоль федеральной трассы и дорог регионального значения власти региона планируют создать целый комплекс услуг для автопутешественников. Придорожные кафе, современные мотели, кемпинги и станции технического осмотра. Помимо этого, неподалеку от магистрали намерены обустроить базы отдыха. Участники заседания Координационного совета поддержали проект. Не исключено, что он будет включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы. Второй этап ее реализации начнется в 2015 году. В Республике Алтай на тренировочных сборах находится учащаяся Республиканская детская юношеско-спортивная школа номер 2. Они готовятся к зимним соревнованиям. Свой отпуск на Алтае проводит и глава Чувашии. Михаил Игнатьев встретился с ребятами. За чашкой чая они обсудили вопросы развития спорта в Республике. Поговорили о личных планах спортсменов. Машина с сиренами и спецслужбы. Так началось утро для пассажиров одного из городских маршрутов. В автобусе обнаружили подозрительный пакет. В салоне 15-го автобуса возле остановки общественного транспорта Дома торговли в Чебахтарах был обнаружен пакет. Для его проверки были вызваны сотрудники полиции. И было установлено, что ничего опасного в нем нет. Как выяснилось, данный пакет забыла девушка. Она установлена. В пакете находились вещи, игрушки. Все в порядке. Просто у нее было с собой три пакета. И вот она, выходя из автобуса, один из пакетов забыла. Двое жителей Республики Татарстан утонули в реке Сура. Случилось это в Шумерлинском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Вчера в 4 часа вечера из реки Сура был вытащен автомобиль Тойота РАВ-4. В нем обнаружили тела двух человек – 45-летней женщины и 25-летнего мужчины, которые проживали в городе Набережной Челны. Машина была обнаружена недалеко от понтонного моста, который действует лишь в летнее время. Как сообщили в Следственном комитете, погибшие, видимо, не знали о том, что понтонный мост через реку уже не функционировал. Происшествие случилось в ночь с 6 на 7 ноября. При этом сам автомобиль удалось найти лишь 18 числа. Поскольку в ту ночь в указанной местности был сильный туман и плохая видимость, а они, по всей видимости, не знали о том, что переправа через реку по понтонному мосту уже не действует и он разобран, преследование по автодороге город Шумерле, село Новаты, ведущее к месту, где ранее находился мост, они сорвались с берега в реку на автомобиле, который в результате затонул. Его местонахождение было обнаружено лишь около 15 часов 16 ноября текущего года при помощи специального оборудования. По информации следствия, погибшая женщина и ее знакомый, которого она попросила довезти до села Леплея, Республики Мордовия. Она, со слов родственников, ехала на свидание к своему мужу, отбывающему наказание в местной исправительной колонии. Следственный комитет Республики приступил к проверке деятельности людей, которые были ответственны за мост и этот участок дороги. В настоящее время следователи устанавливают, имелись ли на момент происшествия перед переправой все необходимые знаки, предупреждающие о том, что впереди идет обрыв. Юлия Важенина, Республика. В Чувашии зарегистрировано около 450 случаев снятия мошенниками денежных средств с банковских карт. В большинстве своем владельцы карт сами передают необходимую информацию преступникам, не осознавая этого. В МВД по Чувашской Республике прошла пресс-конференция по этой проблеме. Как выявить преступников и суметь избежать потери денежных средств, узнала наша съемочная группа. В ответ на оперативную и тщательную работу полицейских, мошенники придумывают все новые и изощренные пути обмана граждан. Буквально на прошлой неделе повелась на их уловки пенсионерка, поверив в родовую порчу магическим способом, обнаруженную цыганами. Снятие с глаза обошлось горожанке почти в 900 тысяч рублей. Хорошо хоть что дело было раскрыто. Буквально вчера в ходе проведения оперативных мероприятий с сотрудниками управления уголовного розыска Чувашской Республики совместно с сотрудниками уголовного розыска с Нижегородской области данную группу, так скажем, мошенниц нам удалось установить и задержать на территории Нижнего Новгорода. Как выяснилось, к подобной схеме мошенницы прибегали не раз. При них было обнаружено около 3 миллионов рублей. Вообще люди преклонного возраста достаточно часто становятся объектами мошенничества. Буквально на этой неделе, представляясь с сотрудниками ЖКХ, двое граждан возвращали переплату за якобы их услуги пятитысячной фальшивой купюрой, взамен требуя сдачу. А так им подвергаются банковские карты. Как показала статистика, особенно опасна услуга «Мобильный банк». Она, конечно же, защищена, сама услуга, да. При пользовании, учитывая определенные правила, похитить денежные средства невозможны посредственные услуги «Мобильный банк». Но, учитывая то, что подготовленность наших граждан, которые вдруг так стали все получать зарплату на банковские карты, которые не обладают и не знают правила использования, получается, преступники получили уникальную и гениальную возможность вывести денежные средства с их пластиковых карт. Буквально за несколько дней сотрудники МВД насчитали уже 15 фактов мошенничества с использованием банковских карт. Поэтому они настоятельно рекомендуют всем гражданам ни при каких условиях не передавать свою карту в чужие руки, в том числе и продавцов. Не озвучивать номер карты, пароль и не выкидывать чеки о состоянии лицевого счета на улице. А если вам приходят сообщения или звонки от банка, то обратитесь в банк лично. Екатерина Абрамова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Эти куклы вызывают разные ощущения, от полного неприятия до восторга. А авторы этих кукол уверены, что Реборн – это современное направление в искусстве. Почти живые, разве что только неговорящие. Куклы Реборна – один из популярнейших современных жанров в кукольном искусстве и коллекционировании. В начале 90-х в США Реборны выделялись в отдельное направление. В Россию они пришли совсем недавно, около шести лет назад. Куклы-младенцы с гиперреалистичной росписью лица и анатомией – по сути, самые настоящие из всех кукол, существующих в мире сегодня. Реборн дословно переводится с английского как «заново рожденный» либо «перерожденный». В Чувашии всего два художника, мастерящие живых кукол. В жизни Светланы малыши Реборны появились случайно. Я хотела сначала купить ребенку куклу. Зашла на сайт, искала куклу для ребенка в подарок и наткнулась на этих вот Реборнов. Полтора года девушка только изучала информацию о новом направлении. Затем куклы Реборны поселились в ее квартире навсегда, говорит автор. Вот уже три года их создание для Света не просто хобби, но и самая настоящая работа. И достаточно кропотливая. Заготовку для Реборнов она заказывает в интернете. Сначала накладывается флэш, основа, по которой мы рисуем. Заготовка приходит вот такого цвета, да? То есть, если мы по ней будем расписывать дальнейшую кропчатость, например, то она будет темнеть, и кукла будет очень темной. Нам нужно сначала покрасить флэшем белым. Масляные краски запекаемы. То есть, каждый слой краски запекается. Вообще все нельзя забывать. Ни венки, ни сосудики, ни глазки, ни бровки. Все-все-все нужно учесть и, как говорится, нарисовать. Екатерина тоже начала заниматься изготовлением таких кукол, увидев их на просторах всемирной паутины. Но первые ее работы – это авторские куклы. Если куклы Реборны просто разрисовываются под настоящих детей на готовой заготовке, то при создании авторских самое сложное – это вылепить лицо и туловище. Создать образ по фотографии еще сложнее. Реборна – это приходит заготовка, ты ее расписываешь, оживляешь куклу. А авторская кукла – это, например, выбираешь фотографию, ну, допустим, да, выбираешь фотографию, и потом уже полностью вылепляешь куколку. Вот туда вот. То есть и ручки, и ножки – все это лепится из запекаемой пластики. Вот. Пластику тоже через интернет покупаю. Глазки, волосы тоже, кстати, вот. Теперь девушка создает и авторские куклы, и Реборны. На изготовление последних может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. Вес кукол Реборн приближен к весу настоящего ребенка. Интересный образ кукол создается при помощи одежды, но ее тоже просто так в магазине не купишь. Эти кофточки и комбинезончики Реборнисты заказывают в интернет-магазинах. Но еще можно связать и сшить наряды самостоятельно. Реборнистов называют мамами этих малышей. И материнские чувства куклам, правда, не ко всем. Действительно возникают, признаются Екатерина и Светлана. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Корпорация Центр» открывает в России свой юбилейный 250-й магазин. О том, какие сюрпризы ждут в честь этого события покупатели, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До свидания. Вот хороший вариант. Итальянская стиральная машина. Множество программ стирки. Купить новую стиральную машину Алина собиралась давно. Услышала об акции в честь открытия 250-го магазина «Корпорация Центр» и покупку откладывать не стала. Узнала, что в «Корпорация Центр» сейчас очень выгодные скидки до 50%. Решила не медлить с покупкой. Алина планировала уложиться в 10-12 тысяч рублей. Рассчитывала, хватит на скромный бренд и необходимый минимум функций. Но уже в магазине поняла, отложенных денег достаточно на покупку гораздо лучшей машины. Она узкая достаточно, то есть поместится в любую компактную квартиру. Огромный выбор бытовой электроники, отличные цены и новые магазины. Уже почти четверть века «Корпорация Центр» делает все возможное, чтобы у покупателей не осталось сомнений. «Корпорация Центр» работает уже в 130 городах России. И редкие месяцы обходятся без открытия нового магазина. И в ноябре у нас большое событие – открытие юбилейного 250-го магазина. Открытие своего 250-го магазина «Корпорация Центр» празднует сразу двумя акциями. Покупатели ждут максимальные до 50% скидки. И кроме того, любую технику можно взять в рассрочку по цене, как за наличный расчет. Это особенно важно сейчас. Курсы валют и доллара, и евро растут почти ежедневно. Поставщики бытовой электроники тоже планируют повышение со дня на день. А взяв товар в рассрочку, покупатели могут зафиксировать сегодняшнюю цену. Тем более, что только сейчас цена в рассрочку равна цене при покупке за наличный расчет. То есть ничего с тех этой суммы я платить не буду? Нет, это окончательная цена. Выбрав новый телевизор, Сергей несколько раз переспрашивал продавца. Все не мог поверить, что цена при покупке в рассрочку не увеличится. Отличное предложение буду брать. Новый метровый смарт-телевизор обойдется Сергею всего в 23 тысячи рублей. При этом рассчитываться за покупку он сможет в рассрочку, не торопясь и не переплачивая. Спешите! Акции «Рассрочка по цене, как за наличный расчет» и скидки до 50% действуют только до 26 ноября. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова